Участник СВО Нурислам Арсланбеков после долгих месяцев на фронте вернулся домой. С начала специальной военной операции Нурислам отправился добровольцем. В бою получил ранение, долгое время проходил лечение в военном госпитале. И теперь дома с родными, окруженный теплом и вниманием, боец планирует восстановиться и вернуться на передовую. С военнослужащим встретилась наша съемочная группа. Наконец вернулся к родным. Участник специальной военной операции Нурислам Арсланбеков после долгих месяцев на фронте дома. Но, кажется, до конца не осознает, что находится рядом с близкими. Молодые люди, кажется, там погибают. Что-то, если ты скажешь, короче, там для этого воевали, короче, не получается дома сидеть. Это наша обязанность. В дальнейшем это моя работа. Я знал, куда я иду, что там творится. Я знал, куда я иду, когда к нам прописал. И ничего, это жаловаться там до своей нет ничего. Сначала специальной военной операции Нурислам отправился добровольцем. Каждый день на фронте был для него настоящим испытанием. Страх, боль, потеря друзей и постоянная угроза жизни. Глубокий след в его душе оставила гибель боевых товарищей. В один из дней интенсивного вражеского обстрела Нурислам и сам получил осколочное ранение от разорвавшегося снаряда. После долгой реабилитации в военных госпиталях боец вернулся на родину. Лейтенант Нурислам Арсламбеков, командир штурмового батальона, всегда выделялся решимостью в своих действиях. Его умилые действия на поле боя неоднократно спасали жизни боевых товарищей. За период службы в зоне СВО он удостоен множества наград. Однако самой значимой для него является медаль за проявленное мужество, которую ему вручил глава республики Сергей Меликов. Опора и надежный тыл военнослужащего – жена Алия. Когда Нурислам уходил на задание, она молилась и надеялась, что супруг вернется живым и невредимым. О его героических подвигах она рассказывает детям. У Арсламбековых трое. Но я не знала, что он уехал собрать. Документы сделала, потом сказала, что я уеду. Но начало плохо было. Уже привыкла. Сейчас Нурислам продолжает реабилитацию, но совсем скоро ему предстоит вернуться в зону проведения спецоперации, так как вместе со своими сослуживцами желает приблизить победу своей страны над нацистскими формированиями. Рустам Хан Думаев, Саид Кутиев. Время новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...